Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала! Вы давно уже просили вкусный тортик, летний, легкий, чтобы без духовки приготовить. Бюджетный и очень-очень вкусный! Ну что ж, ловите рецептик йогуртовый торт с клубникой. Его можно приготовить с другими ягодами или фруктами. 25 грамм желатина, у меня это одна пачка, растворить в воде. Я беру примерно 150 миллилитров воды. Размешать и оставить набухать минут на 10. В это время нужно перемолоть печенье. 200 грамм печенья смелю в блендере. А если нет блендера, тогда печенье можно поместить в кулек и с помощью скалки измельчить его. Этот торт можно делать с другими ягодами и фруктами. Например, можно взять вешню, черешню, персики, абрикосы, виноград, черника. Единственное, я бы не брала те ягоды, которые с мелкими косточками. Например, малина или смородина. 100 грамм сливочного масла необходимо растопить. Я это делаю с помощью микроволновки. Растопленное сливочное масло выливаю в подготовленное печенье и хорошо размешиваю. Смотрите видео до конца. В конце я расскажу, как я делаю йогуртовый торт на каждый день за 5 минут. Разъемную форму ставлю на подставку. Выбираю подходящий диаметр и фиксирую форму. На дно высыпаю массу и утрамбовываю ее. А теперь займусь клубникой. Я взяла 800 грамм клубники. Помыла ее и просушила бумажным полотенцем. Одну треть клубники порежу пластиночками. Это будет для украшения торта. Сверху выложу красивый рисунок. Так, оставшуюся клубнику порежу произвольными кубиками. Набухший желатин растапливаю в микроволновке двумя заходами по 15 секунд. И отставляю, пусть он остынет. Для этого торта я беру любой ягодный сладкий йогурт 1 литр и выливаю в миску. Добавляю 150 грамм сахара и размешиваю до растворения сахара. Далее вливаю растопленный остывший желатин. Перемешиваю, добавляю клубнику, еще раз аккуратно перемешиваю. Все йогуртовую массу с клубникой выливаю на слой печенья и форму отправляю в холодильник часика на два застывать. В это время готовлю желе, готовое, пакетированное. Пакетик с сухой смесью желе высыпаю в миску. Добавляю 300 мл кипятка, размешиваю до полного растворения и отставляю остывать. Достаю торт из холодильника. Йогуртовый слой уже хорошо схватился. Из пластинок клубники выкладываю сверху красивый рисунок, цветочек. Сверху буду выливать желе двумя заходами, помещая в холодильник. Сначала выливаю половинку желе, очень аккуратно, не нарушая рисунок. Ставлю в холодильник. Когда первый слой схватится уже вместе с верхними фруктами, тогда выливаю вторую часть желе и опять в холодильник. На этот раз тортик в холодильнике проведет всю ночь, ну или как минимум 6-8 часов, для того, чтобы торт хорошо застыл. Мой вкусный и красивый торт уже готов. Я прохожусь ножом по периметру, отделяя его от формы, аккуратно открываю форму и снимаю ее. Летом я очень часто делаю йогуртовый торт с любыми ягодами и фруктами. И делаю я его за 5 минут следующим образом. В миску я выливаю йогурт, сахар, растопленный желатин, добавляю любые фрукты и в эту смесь просто ломаю печенье крупными кусками. Перемешиваю всю массу, выливаю в стеклянную форму и отправляю на ночь в холодильник. 5 минут моего времени и утром йогуртовый тортик уже готов. Спасибо вам, что досмотрели видео до конца. Мне очень нравится, когда вы пишете комментарии. Я люблю их читать, отвечать на них. Спасибо за подписку, за лайк. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч, до новых рецептов. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok